После таких выходных понедельник на stopgame.ru кажется воистину тихой гаванью. Начнем с подходящей расслабляющей ноты, сколыхающихся сисек. Fortnite, которая все время подчеркивала свою асексуальную природу, прекрасно понимая, что в нее играют дети, со свежим обновлением допустила занятную вольность. Новый облик, темный рейнджер, представляющий из себя дамочку в ковбойской шляпе, при исполнении одного из танцев позволял себе... вы уже поняли что. То, что никакой другой облик в Fortnite ранее себе не позволял. К сожалению, проблему, это слово у меня написано в кавычках, Epic Games пофиксила предельно оперативно. А представитель компании заявил, что физика грудей в Fortnite это непреднамеренное и постыдное происшествие. Разработчики, мол, небрежно отнеслись к своим обязанностям, если позволили проникнуть такому в публичную версию игры. В общем, вам по-прежнему придется обходиться фантазией и порнхабом. Продолжаем череду занятного вестью о том, что Skrillex запишет вступительную композицию для Kingdom Hearts 3. Сделал паузу, чтобы вы смогли себе представить. Но на самом деле, как говорят, известный дабстебер... дабстепщик... Ну, в общем, Skrillex может не только в агрессивную музыку. Плюс ко всему он, по его же собственным словам, давний фанат Kingdom Hearts. Песня называется Face My Fears и будет создана с исполнительницей Хикару Утадой, уже неоднократно проявлявшей свои вокальные данные во благо серии от Square Enix и Disney. Релиз Face My Fears состоится 18 января 2019 года, за 10 дней до выхода самой игры. Между тем, у нас на сайте продолжается движуха, связанная с обновлением Destiny 2 и сопутствующей активностью. На второй неделе от всеобщих нападок отбивались Flynn и Black Silver Ufa, и, к сожалению, они проиграли. К сожалению, для них, а для тех, кто голосовал за такой исход, к счастью. Представляю избранных рандомом счастливчиков. Возь маг получает футболку, фрокстару достается мышка Aorus M3, ну а Dead Drill уходит с гарнитурой Aorus H5. И, внимание, третий бой случится уже сегодня. Выступает Айлрис и, по идее, должен был бы Дмитрий Кунгуров, но у него там какие-то трудности случились, поэтому опять Flynn отдуваться. Режим Гарнила — быстрая игра. Голосование, само собой, уже запущено, так что участвуйте и претендуйте на призы от нашего партнера, геймерского бренда Aorus с компанией Gigabyte. И еще подписывайтесь на группы StopGame.ru, Destiny 2 и Aorus. Рандом очень расстраивается, когда видит, что вы не подписаны. Все условия и положения по-прежнему ждут вас по ссылке из описания. Как вы помните, российские разработчики не так давно вышли из пячки и кинулись поднимать отечественный геймдев с колен. Получится или нет, время покажет, а пока знакомьтесь с еще одним проектом. Вторая часть эпизодического приключения The Uncertain про постапокалиптический мир, где людей почти не осталось, а на смену им пришли роботы, взошла на платформу Kickstarter, чтобы собрать скромные 50 тысяч долларов для безболезненного релиза в июне 2019-го. Называется глава Light at the End и поведает про девушку Эмили, одну из немногих выживших людей. Она попытается выяснить, почему на самом деле человечество сгинуло с лица Земли. Как сообщают разработчики, для комфортной игры совершенно не обязательно проходить первую часть сериала The Last Quiet Day. Однако, если что, до 10 октября она будет продаваться со скидкой 90%, всего-то за 34 рубля. Еще не забыли, как пару лет назад Ubisoft сражалась за свое независимое существование в противостоянии с конгломератом Vivendi, планомерно скупающим акции французской компании. В марте 2018-го Ив Геймо и товарищи нашли таки подход к устрашающему колоссу, в итоге чего Vivendi пообещала избавиться от своей доли ценных бумаг. Теперь же корпорация разослала пресс-релиз, подтверждающий то, что никакого обмана нет и процесс идет. Из 26% акций Ubisoft у Vivendi на данный момент осталось всего 6,7%. Окончательно с ними распрощаться медиагигант обязуется к марту 2019-го. С благословения, теперь уже спокойный за свой статус Ubisoft, компания Ketchup запустила новую игру во вселенной Принца Персии. Как вы уже догадались по сопутствующему видеоряду, это развлечение для мобильных платформ. Принц в формате раннера продвигается от уровня к уровню, перепрыгивая пропасти, шипы и хрупкие плитки. Prince of Persia Escape доступна на iOS и Android, условно бесплатно. На данный момент за донат отключается реклама, но в дальнейшем вроде как должен еще появиться магазинчик с обликами для главного героя. Ну а на нашем сайте уже появилась могучая кучка свежих материалов. Тот самый, проплаченный именно вами обзор Fallout New Vegas от Максима Кулакова, рецензии на Frozen Synapse 2, The Gardens Between и My Brother Rabbit. А еще эпичный кроссовер с Уэсом, Флином и героями Ретразора сегодня опубликуем. Да и не только его. Все, счастливо.